Сегодня у нас в гостях человек, которого вы прекрасно знаете. Мэр, который возглавлял наш город 25 лет. Я думаю, что с ним приятно побеседовать всегда. Мы раньше с ним встречались чуть ли не каждую неделю. Он очень много был у нас на телевидении, ну а сейчас реже, потому что в основном он работает в Киеве, он депутат областной рады. Кроме того, у него масса других забот в киевских регионах. Как вам сегодня, Славутич? Первое, с рукованием того, что у меня есть с чем сравнивать, Славутич можно ценивать только тогда, когда ты где-то живешь. И вот я с рукованием того же места Вишневого и с рукованием особо Киева скажу, что Славутич остается быть конкурентным самым в качестве жизни, в условиях жизни. И особенно он над конкурентным. Нема, не складывают ему конкуренции ни Киев, ни даже Захидные места в частине створения умов для подростающего поколения. Починаючи из детских закладов и завершивая тей же высшую освіту, яка еще есть, яка обязательно должна быть. Ну, повертать требуется. Обязательно не можно этот проект закрывать, тем более с политотехническим институтом, техническим университетом. Но демография зараз поки що не даёт, но обовязково продолжить с рукованием того, что у нас есть тематика, тематика, яка очень важна для перспективы и Европы, и света, зняття с эксплуатации атомных блоков, особенно Чорнобильской инстанции. И треба триматься этого. И еще одненькое тут зауважение, Олександре, чтобы мы все понимали, что Славутич выполнил, 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 выполнил для этого. И мы для этого с тобой делали очень много репортажей и диспутов. Был выполнил, 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 выполнил надважливую функцию державного замовлення. И мы остаемся такими, по крайней мере, до 2062 года, когда все эти проекты есть. И, конечно, в эти отношения державы и города, и города, и государства, и государства, и государства, и государства, и государства, и государства должны быть партнерскими. Мы объединены однию метою, однию целью. Вот тут есть проблемы. И я слышу их, особенно по медицине. У нас появляются новые возможности, новые ресурсы. И, конечно, очень рады подкресливать завжди. Могол обеювания особистого, зрухование моего опыта европейского по закону по будильству централизованного сховища ядерного и отработанного палива. И эти 10% для Славутича, Ивангельского и Полуського регионов, это надважливый закон, надважливая статья. Был механизм отработан, все нормально. Но эти деньги будем освоить по мере реализации работы на централизованном сховищу. Потому что эти деньги пришли в Славутич. Потому что я знаю проблемы. Да, мы эти проблемы вот сейчас на эту частинку и повернусь снова к государственной функции. То есть, это у нас сегодня безальтернативный дополнительный ресурс. О Славутиче мы поговорили, перспектива вроде как проясняется. А вот страна вообще помнит, что Славутич это такой вот город, особенно сейчас нужен ли он ей? И вспоминает ли она о нем, когда она находится впереди и война одновременно, и выборы проходят, и вообще, ну, как бы, смена власти, омоложение власти. Мы напоминаем именем всего святого, именем Чорнобиля. И слава Богу, что на нас, как мы делали репортажи, Славутич приймает виклик доли, мы у нас не обратили внимание, нас где-то там мали на увазе. Как, до речи, и сейчас. Сейчас еще больше. Но мы напоминаем, и спасибо нашим американским партнерам, что они напоминают фильм Чорнобиль, да. Это величезное достижение, не только в частине побудования людских отношений и отношений, а и в частине, взагалі, развития света, сталого развития, тенденции этого развития. Это очень важно. Поэтому, на превеликий жаль, в последний час даже парламентские слушания не проводились. Никого не цікавит эта тема. Цікавит только тогда, когда нужно приехать, отпиариться там, поставить какую-то подписку, как это сделали последние президенты, и сделал это и Володимир Александрович. Но он отличается от того, что они уже ничего не вплинули. Они свое делали колись, а Володимир Александрович может очень много сделать. Мы с вами сдали ядерную зброю всю, Украина. Мы с вами закрили діючие блоки Чорнобильской атомной электростанции. Хіба это? Мы подписали меморандуми вси. Хіба это мало? И сегодня мы остаемся один на один с проблемой. И течение же войны. Это не может быть. Поэтому, как раз, вот сейчас Чорнобиль, нагадывание, и есть певным моментом, певным, очень великим позитивом для современной власти, чтобы обратить внимание на глобальные проблемы для Украины. Но вместе с тем и на, естественно, жизнь и потреби тех, кто выполняет функцию. Не дай Бог, еще хлопцы начнут разбегаться, а они разбегаются сегодня уже трошки, трошки. И еще, чтобы коллектив зруйнувать, а потом за атомремонт сервис взять, не можно того допускать. Поэтому тут должно быть. Законы есть, пославу Тичу их нужно выполнять. Я лучше предлагаю о выборах поговорить. О выборной системе, которая у нас, ну как бы, депутаты таким дембельским аккордом приняли вот эту вот новую выборную систему. На превеликий жаль, мы сейчас оставили мажоритарку, но теперь мажоритарка может сыграть позитивную роль, на мой взгляд, в этот период. Почему? Потому что, ну, мы с вами бачим, да я сам поддерживаю эту силу політичную, как политическую силу, как партию. Потому что с партии можно спросить, при всему при том, как Разумкова, как голову партии Дмитра. Все нормально, але зараз эмоциональный стан людей такий, что они могут отримать не просто контрольный пакет, а полный контрольный пакет. А далее это... Диктатура. Да, я не знаю, что ты с посмехом, а это серьезно. А это диктатура, но не только диктатура. Потому что за Зеленским сразу при владе, ну ты же профессионал, сколько там сразу собирается, и в каждого своя мета, и свою... А далее это очень быстрое лоббирование всего, что захочешь. И даже президент не оттянется, как все будет сделано. Это очень сложный период. С одного боку, как Владимир Александрович получает контрольный пакет, и он будет рад, и он для этого все делает. Он очень успешно делает. Я его поддерживал, даже в Борисполе поддерживаю его поведенку. Но вместе с тем, это большая небезопасность, большие риски и большие выклики. Закон, который приняли, это бутафория, это пиар, это постфакт. И эти эмоции, которые вчера были, что такое досягнение, это все брехня. Причем, яка направлена... Беру в лапки брехню. Яка направлена для Европы в основном, что такие великые досягнения, это не досягнение. Это величезная поразка Украины, что мы идем в старой системе выборов, а самим еще хотим что-то изменять. В этот период для Славутича все эти изменения, достроевые выборы, революции, они больше наносили удар по нас, по Славутичу, потому что мы всегда были, были и будем. И сегодня я хочу переконаться, что это наш приоритет. Пока происходит этот период экономический период, наш приоритет, мы имеем гарантованное державное замовление. И до того мы можем додать подприемницкую экономическую деятельность. Это оптимальный вариант для Славутича. Поэтому Славутич есть и будет, но мы должны каждый день, каждый год, каждый год работать на Славутич. До речи, Александр Алексеевич, я хотел бы, користуюсь с нагодой, приветствовать вас с высоким званием. Это абсолютно заслужено. Абсолютно. Если кому-то здесь кто-то с авансом каким-то, то у вас это абсолютно заслужено. И у вас школу, которую проходили дыточки, у вас, которые проходили золотой международный фестиваль дитячей преси, телебачення творчества и зараз демократии на протяжении 26 лет. И ваших вихованцев, которые сегодня, как приятно, на всех каналах, которые вы меня с смехом называли. Я там встречал Григория Жигалова, Алексей Клюка, Юрий Губан, все наши наши на прямом. Володя, оператор на прямом. Нет, там Митко, он на крановых технологиях работает. Ну, в принципе, это тоже операторская работа. Оператор. А, трошки изменил. И у нас инженеры, что там ГОЦ Владимир на прямом. И из маленького Славутича, из вашей майстер-классы, майстер-школы, вашей славутицкой имени Демидова. Розумієте, это величезное завоювание, это имидж, это бренд Славутича. Тому витание с наградой. И дай Боже, чтобы мы не остановили. Мне прикольно сегодня, что мы киноурбанисты. Как сложно он начался. Какая классная идея была. Вы помните, Роберт Стоун был посол США. И в этом году мы не провели этот кинофестиваль. Кино и урбаністика, а тема найактуальнейшая, а тема містобудовання, а тема Припяті. Туризм классно. Мы туризм повинні перехопити. Зараз, як все ми писали з вами в стратегічному плані розвитку міста Славутича. Но памятайте, что он же не простий туризм в зоне, что есть небезпека, что есть радиационные умовы. И просто так в вольную зону не сделаешь. Все подконтрольно должно быть. Но и Славутич должен открывать эти направления через Славутич. Когда можно даже туризм в выходного дня, когда семья приезжает и тут все услуги, а отец или отец с мамой едет туда и этот маршрут. Но под контролем это не фиглі-миглі. Это не простой туризм. Это промисловый, но экстремальный в сложных радиационных умовах. Не дай бог что. И судовые процессы. Не можно. Все нужно делать системно. Но шанс есть. А наши масс-медиа есть, журналисты есть. Вам велика повага, подяка. И дай бог, чтобы вы продолжали свои проекты долгие-долгие годы. Спасибо. И, наверное, в заключение, давайте вот с вашей точки зрения, что вы пожелаете Славутичанам на ближайшее время? Что они должны делать? К чему стремиться? Может быть, не унывать? Ну, вот ваши пожелания Славутичанам. Верия, надея и любовь. Верия, надея и любовь. Верия, от духовного общества до моральної держави. И все для того, чтобы делать, которому быть славутичу, зависит от каждого из нас. А в отношениях, которые строят, за философией, помню и оцениваясь, все начинается, происходит и закончится в сфере людских отношений и отношений. Вот главная среда. Не капиталы, которые приносят большое горе многим и их детей, а именно отношения и отношения между нами, между людьми.